Маленькие особи белого амура в Кармановском рыбхозе разводились все лето. Кроме этой породы рыбы здесь ежегодно разводят и толстолобиков, которых в конце сентября отправляют в свободное плавание водохранилище. Объем выращивания карпов в год может достигать 1200 тонн, а ситровых и форели от 100 до 150 тонн. Кармановская рыбхоза разводит амура растительных толстолобиков. В данный момент мы зарубляли мальком амура, который ест траву высшую, а толстолобик планктон кушает. Традиционно на протяжении 20 лет Кармановская ГРЭС последние дни сентября проводит зарыбление водохранилища растительноядными мальками, которые в свою очередь очищают водоем. 29 сентября в Кармановское водохранилище было выпущено около тонны мальков, которые за лето достигли веса в 50 грамм. В теплой воде хорошо растет трава, которая является проблемой для нашей станции. Она растет у нас на теплообменных поверхностях, ухудшает теплообмен, увеличивает сопротивление течению воды охлаждающей, нагрузку на оборудование. В общем, целый комплекс проблем. Несмотря на то, что водохранилище было построено для нужд Кармановской ГРЭС еще в далекие 60-е, не менее важной задачей для компании является зарыбление водоема. Ведь водные обитатели поедают растения, которые затрудняют работу подразделения башкирской генерирующей компании под водой. Сама же электростанция сбрасывает в водохранилище теплую воду, которая необходима для роста рыбы. Данное мероприятие является важным для охраны окружающей среды, так как зарыбление способствует очищению водоемов от растительности. При визуальном осмотре Кармановского водохранилища нарушение требований природоохранного законодательства не выявлено. Следующее зарыбление Кармановского водохранилища пройдет в следующем году. К тому времени сотрудникам рыбхоза предстоит приложить немало труда, чтобы вырастить новую партию растительноядных рыб. Татьяна Галиева, Артур Мирзагитов, информационная программа «Ежедневник».